Накануне церковь чтила память святой великомученицы Екатерины Александрийской в московском Екатерининском храме Штона-Всполье. В день престольного торжества прихода была совершена литургия. Ее возглавил викарий святейшего патриарха, председатель миссионерского отдела Московской епархии, епископ Зарайский Константин. Подробности события в сюжете Эльвира Гордеевой. Великомученица Екатерина Александрийская, будучи еще совсем юной девушкой знатного происхождения, не побоялась свидетельствовать о своей вере во Христа, за что претерпела множество мучений и истязаний, но не отреклась от Господа. По приказу римского императора после мучений святую казнили. Тело ее, по преданию, было отнесено ангелами на вершину горы Синай. О подвиге святой Екатерины христиане помнят и поныне. В московском Екатерининском храме Штона-Всполье в день престольного торжества прихода была совершена литургия архиерейским чином. Богослужение возглавил епископ Зарайский Константин, викарий святейшего патриарха, председатель миссионерского отдела Московской епархии. Владыки Константину заслужили представитель Православной Церкви Чешские земель и Словакии архимандрит Серафим Шеметовский, настоятель прихода – представитель Американской Православной Церкви протеерей Даниил Андреюк, настоятель подворья Русской Церкви в Бейруте архимандрит Филипп Васильцев и другие священнослужители. По окончании литургии владыка Константин передал патриарше благословение духовенству и прихожанам храма святой Екатерины и обратился ко всем с архипастерским словом. Господь спрашивает человека «Страшно, вот веруешь ли ты в Меня? Если ты веруешь, иди ко Мне. Иди ко Мне, собственно, здесь и сейчас, сразу». Это дело мученичества. Когда отвечает вот этот вопрос «Верую ли я в Бога? Люблю ли я Бога? Готов ли я пойти за Богом?» является вопросом жизни и смерти. И это дар Божий. Войти в Царство Небесное сразу. «Страшная мученица Екатерина приняла, пострадала по земному, она пострадала кратко, приобрела ради этого жизнь вечную. Нужно каждый миг своей жизни проживать с полным сознанием, что я делаю, все это ради Господа. Ради жизни вечной, ради любви к Богу, ради любви к ближнему. И без всякого ропута, без всякого сожаления, без всякого страдания. Но смоли к Твое Богу с надеждой на милость Божья. Почему на случай с Трайой мученицы Екатерина?